Здравствуйте, уважаемые студенты. Дисциплина системы управления и их компьютерное моделирование. Первый раздел – автоматизированные автоматические системы управления. Третья лекция – многоуровневая архитектура. Сегодня мы с вами должны будем рассмотреть по плану типовую распределенную систему автоматизации. Это первый вопрос. Второй – уровень иерархии современной автоматизированной системы использования интернет-технологий в автоматизированных системах. Промышленная сеть может быть подключена только к одному компьютеру, как показано на рисунке 1.7. Посмотрите. И также она может быть подключена к сети компьютеров, например, к локальной сети Ethernet, рисунок 1.8, или глобальной сети интернет. Архитектура автоматизированной системы, представленная на рисунке 1.8, удобна при коллективной работе системы автоматизации или для связи технологического уровня АСУ с управленческим. Например, при использовании системы с архитектурой, показанной на рисунке 1.8, температуру в теплице или в силосах элеватора одновременно могут наблюдать дежурный оператор, главный инженер и директор хозяйства. На алюминиевом заводе информация о ходе протекания процесса электролиза алюминия используется на 50 рабочих местах локальной компьютерной сети. Доступ любого компьютера сети к устройствам ввода-вывода или контроллерам осуществляется с помощью OPC-сервера. OPC-серверы могут располагаться на нескольких компьютерах или контроллерах, и доступ к любому из них может осуществляться с любого компьютера сети. Как мы уже смотрели, пример архитектуры распределенной системы показан на рисунке 1.8. Эта архитектура является достаточно общей и широко используется как для лабораторной автоматизации, так и для автоматизации технологических процессов. Отдельные промышленные сети на рисунке 1.8 могут иметь различные протоколы и содержать оборудование разных производителей, а также различную физическую среду передачи данных оптоволокно, медные провода, радиоэфир через радио или через GSM модемы и другое. Обычно OPC-сервер работает только с одним или несколькими портами ввода-вывода компьютера, к каждому из которых подключена одна промышленная сеть, поэтому количество OPC-серверов в системе меньше или равно количеству промышленных сетей. Благодаря наличию сети Ethernet в систему легко могут быть включены серверы баз данных, коммуникационные серверы, веб-серверы, принтеры, плоттеры, АТС, факсы, технологическое оборудование и другие устройства с Ethernet-интерфейсом. Основой программного обеспечения, установленного на компьютерах сети являются SCADA-системы, являются SCADA-пакеты, программные средства диспетчерского управления и сбора данных. В контроллерах исполняются загрузочные модули программ, генерируемые средствами визуального программирования ПЛК на языках стандарта МЭК 61131.3. Система управления с многоуровневой архитектурой обычно строится по объектному принципу, когда структура системы выбирается подобной структуре объекта автоматизации, а каждая подсистема является локальной, то есть все обратные связи замкнуты в пределах этой подсистемы. Каждая локальная подсистема выполняет отдельную функцию, задаваемую логикой функционирования всей системы. Объектный принцип построения позволяет упрости проектирование многоуровневой системы и обеспечить ее структурную архитектурную надежность. Анализ сложных систем управления позволяет выделить в них несколько однородных уровней иерархии, показанных на рисунке 1.9. Итак, на этом рисунке мы видим уровни иерархии современной автоматизированной системы управления. На нижнем нулевом уровне находятся датчики и актуаторы. Второй уровень – это уровень технологического оборудования, контроллерный уровень. Третий уровень с номером 2 – это диспетчерский уровень. Четвертый уровень – уровень управления цехом. И пятый уровень – уровень высшего руководства. Низший нулевой уровень включает в себя, как уже было сказано, датчики исполнительного устройства, актуаторы, датчики температуры, давления, концевые выключатели, дискретные датчики, наличие напряжения, измерительные трансформаторы, реле-пускатели, контакторы, электромагнитные клапаны, электроприводы и другие. В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к использованию интеллектуальных датчиков, которые имеют цифровой интерфейс, встроенный микроконтроллер, память, сетевой адрес и выполняют автоматическую калибровку и компенсацию нелинейности датчика. Интеллектуальные датчики в пределах сети должны обладать свойством взаимозаменяемости, в частности иметь один и тот же протокол обмена и физический интерфейс связи, а также нормированные метрологические характеристики и возможность смены адреса перед заменой датчика. Первый уровень состоит из программируемых логических контроллеров, модулей аналогово-цифрового и дискретного ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus, Modbus CTP и другие. Иногда модули ввода-вывода выделяют в отдельный уровень иерархии. Второй диспетчерский уровень состоит из рабочих станций, компьютеров с человеком-машинным интерфейсом, наиболее распространенными вариантами которого являются SCADA-пакеты. Диспетчер-оператор осуществляет наблюдение за ходом технологического процесса или управлением с помощью внемосхемы на экране монитора компьютера. Диспетчерский компьютер выполняет также архивирование собранных данных, записывая действия оператора, анализирует сигналы системы технической диагностики, данные аварийной и технологической сигнализации, сигналы срабатывания устройств противоаварийных защит, а также выполняет часть алгоритмов управления технологическим процессом. Благодаря объединению диспетчерских компьютеров в сеть наблюдение за процессами может быть выполнено с любого компьютера сети, но управление во избежание конфликтов допускается только с одного компьютера или функции управления разделяются между несколькими компьютерами. Права операторов устанавливаются средствами ограничения доступа сетевого сервера. Важной частью второго уровня являются также базы данных реального времени, являющиеся хранилищами информации, и средствами обмена с третьим уровнем иерархии – системы управления. Третий уровень – уровень управления цехом появляется как средство интеграции системы АСУТЭП с АСУП, автоматизированной системой управления предприятием. АСУП в зависимости от размера корпорации может включать еще более высокий четвертый уровень и обеспечивать интеграцию с высшим руководством, которое может быть расположено в различных странах и на разных континентах земного шара. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова